Поразительно выглядит сегодня список спортивных рекордов. Многие были установлены десятки лет назад. Уже нет Чехословакии, а самый старый мировой рекорд по бегу до сих пор принадлежит чехословацкой атлетке Ермиле Кратахвиловой. Он датирован 1983 годом. Украинец Сергей Бубко в 1993 году в прыжках с шестом покорил высоту в 6 метров 15 сантиметров. И за 20 лет никто на планете не прыгнул выше. На чем же основаны мировые рекорды? На гениальности спортсменов или тайных технологиях психологов и фармацевтов? Легендарная советская гимнастка Лариса Латынина почти 50 лет держала рекорд по количеству завоеванных олимпийских медалей. Всего их 18. 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Моя заслуга была завоевать эти 18 олимпийских медалей. А все остальное это уже было на совести тех, кто выступал, и на возможности тех, кто выступал на Олимпийских играх. Гимнастка с мировым именем прекрасно помнит спортсменов, которые начинали с резкого победоносного старта, и казалось, что за ними будущее. Но неожиданно для всех они так и не оправдывали надежд. Ни тренеров, ни болельщиков. Марк Спитц в плавании. Он завоевал на одной олимпиаде 7 золотых медалей. Но сразу после Олимпиады его соблазнили какие-то фирмы. Он бросил Олимпийские игры, стал работать на рекламу, еще там на что-то. И прекратил свои занятия. Ермила Кратахвилова в свои 62 года мировая рекордсменка в беге на 800 метров. Ее достижение 30-летней давности все еще не побито. Произойдет ли это когда-нибудь? Я помню, как папа мой, это было давным-давно, смотрел какие-то соревнования и спрашивал меня, Оля, а почему в женском забеге бежит мужчина? Я говорю, папа, это не мужчина, это Кратахвилова. Списки обладателей недостижимых рекордов в основном представители европейских стран. При этом некоторых государств уже нет на политической карте мира. ГДР представлена бегуньей Маритой Кох, а также метателями диска Юргеном Шультом и Габриэлой Райндж. Спортсмены от Советского Союза Галина Чистякова прыжки в длину, метатель молота Юрий Седых и толкательница ядра Наталья Лисовская. Некоторые эксперты говорят, почти все недосягаемые рекорды были установлены при помощи ныне запрещенных в спорте веществ. Именно поэтому, когда за атлетов взялось Всемирное антидопинговое агентство, достижения пошли на спад, особенно в дисциплинах, где важны точные результаты – сантиметры и секунды. Сегодня Всемирное антидопинговое агентство собирается запретить спортсменам даже сигареты и жевательный табак, которые, казалось бы, не дают никаких преимуществ. Никотин успокаивает, притупляет голод, позволяет сбрасывать вес и активизирует работу нервных центров человека. А вот алкоголь, несмотря на все призывы, допингом не признают. Да, он разогревает кровь, уменьшает боль и даже стимулирует мозговую деятельность. Но спортсменам не помогает. Российский легкоатлет Иван Ухов на Гран-при в Лозанне не смог даже изобразить прыжок в высоту. Канадский спринтер Бен Джонсон и американский велогонщик Лэнс Армстронг. Они вошли в историю спорта, но вовсе не так, как хотели бы. Оба считались лучшими в своих видах, но в одночасье лишились всего – славы, доброго имени, звания чемпионов. Их уличили в допинге. Сегодня имена победителей и рекордсменов объявляют с оглядкой на заключение экспертов. А что покажут допинг-пробы? Риск, так сказать, лишиться карьеры, риск поломать себе всё и попасть под уголовное приследие с каждым годом только будет возрастать. Это можно приветствовать. Зрители, которые видят атлетов лишь на олимпиадах и мировых чемпионатах, плохо представляют себе их состояние. Современные спортсмены зажаты всевозможными регламентами и правилами. Их жизнь в буквальном смысле слова проходит под колпаком. Сейчас спортсмен обязан сообщать о своём местоположении постоянно. То есть он не может никуда уехать, не сообщив в организацию антидопинговую. К нему могут приехать домой, в аэропорт, там, не знаю, в ресторан, где он бывает. На самом деле так и есть. И заставить его сдать пробу. В спорте наступило время настоящих допинговых войн. Средства массовой информации охотно в них участвуют, регулярно публикуя громкие разоблачения. Обвинить человека в том, что он пользовался допингом, это всё равно, что обвинить мужа в измене, когда нет никаких доказательств того, что он изменял. Вы сначала поймаете, потом докажите, что он вам изменял, если говорить о жене. Ещё 30 лет назад употребление пептидных гормонов считалось естественным. Они помогали быстро восстанавливать повреждённые суставы и выводить спортсменов на пик физической формы. В 85-м году Всемирное антидопинговое агентство запретило их, как и целый ряд других препаратов. Сейчас даже препараты, которые тогда применялись повсеместно, просто нельзя категорически пожизненно. Запрет того же гормона роста привёл к тому, что и тренироваться стали по-другому. Почти во всех видах спорта после допинговых скандалов нововведения. Например, 30 лет назад кто придавал значение растяжке, к примеру, а сегодня без растяжки не делается ни одна тренировка ни физкультурникам, ни спортсменам. И в этом же ряду стоит и естественно фармакология, причём фармакология не в смысле запрещённая, а вообще работа медиков, потому что восстановление спортсмена, восстановление организма это необходимый элемент. На современных спортсменов работают не только лучшие врачи и массажисты. В их распоряжении и последние достижения техники. Как сейчас оборудованы гимнастические залы, это вот в наше время даже не то, что не снилось. И мечтать мы не могли, потому что мы даже не представляли себе, что такое возможно. Эти поролоновые ямы, эти батуты, эта видеотехника. Ведь тогда же ничего, даже практически киноаппаратов даже у нас не было в наших залах, для того, чтобы нас отсняли и показали, вот ты здесь допустил ошибку, посмотрел и исполни. Но почему же нет новых рекордов? Как 20 лет назад атлетам удавалось брать такие высоты и показывать такое время, которые не могут покориться сегодняшним спортсменам? Украинец Сергей Бубка настоящий спортивный гений. И это не преувеличение. Так говорят почти все специалисты. Такие люди рождаются, может быть, раз в столетие, а может и раз в 200 лет. Его рекорды были установлены, и это проверено абсолютно всеми и доказано без всяких допингов. Они были установлены на силе, на мощи. Результат Бубки в прыжках с шестом 6 метров 15 сантиметров. Это было в 93-м году. Сегодня, спустя 20 лет, к такой высоте никто даже близко не подобрался. У него был очень сильный тренер, на мой взгляд, Виталий Петров, с которым я хорошо знаком, который в свое время потом тренировал других прыгунов, в частности, Лену Ясенбаеву, которая при нем тоже несколько рекордов мира установила. Сергей поднял планку настолько высоко, потому что он был талантлив. Гениальность – это, собственно говоря, божий дар. Встреча тренера с гениальным будущим спортсменом – это божественное проведение. А оно не поддается статистическому учету. Сам Сергей Бубка считает, для новых рекордов спортсменам надо прыгать иначе, то есть менять технику прыжка. А главное – ставить для себя планку выше существующих рекордов. То исполнение, которое сегодня большинство прыгнув делает, значит, они исполняют не так, как требует того сегодняшняя высота, уровень сегодняшних прыжков. Потому что нужно сегодня смотреть в перспективу, а это перспектива 6 метров 20, 6 метров 30, 6 метров 40 сантиметров. Постоянные тренировки даже и среднего спортсмена могут сделать лидера. Но вот рекордсменами становятся самые страстные из них. Те, кто между спортом и жизнью ставят знак равенства. Талант включает в себя, ну, грубо говоря, страсть тренировка. Допустим, вот такой знаменитый спортсмен норвежский, Бион Даллен, вот многие люди с ним тренируются и говорят, что такое ощущение, что он сложнее не уходит. Утром приходит, он тренируется, вечером уходит, он тренируется, выходит на обед, он тренируется, выходит с обеда, он опять тренируется. То есть, когда он отдыхает, вообще непонятно. Специалисты говорят, спортсмены снизили требования к себе. Никто не хочет долго работать и тренироваться. Все ждут мгновенного результата. Они не готовы тренироваться, так как тренировались раньше. Вы вспомните то же самое ЦСКА, когда Виктор Тихонов тренировал. Они домой не уходили, они не уходили домой, они не жены, не детей. Они тренировали целыми днями. Будучи в Москве, они не могли уйти домой. То есть, поэтому они выигрывали алимпиады. Сейчас у нас такой западный подход к этому делу. То есть, они живут дома, у них очень огромная зарплата, у них хорошая машина. История спорта хранит имена великих спринтеров и тяжелоатлетов. Но вот как найти новых? Генетически предрасположенные люди, они дети в частности, они видны только в баскетболе. Если человек высокого роста, хорошо сложен, то он может играть в баскетбол. Это вещи очевидные. А есть вещи совсем не очевидные. Проверенный путь к успеху так называемый количественно-качественный метод подготовки. Когда в команде есть сразу несколько атлетов самой высокой квалификации, вероятность достижений повышается едва ли не в разы. Я выросла в стране, где было очень много талантливых спортсменов, особенно гимнасток. У нас была очень большая скамейка запасных попасть в команду. И попав в команду, порой мы ехали на соревнования, мы даже не знали, кто из нас выиграет. Особенно вот три-четыре человека было в команде. Любая могла выиграть. Этот метод использует Китай. Сегодня сверхдержава мирового спорта. Политика, которая была у нас 30-40 лет назад. То есть у них там коммунизм, у них партия сказала, надо, капсомол ответил, есть. Они, грубо говоря, берут там 500 человек, из них отбирают двоих. И двоих готовят. И готовят довольно жестко. Впрочем, никто не отменял и обычного везения. Фарт. Так называют удачное стечение обстоятельств. Кому-то повезет всего один раз. Зато в нужное время и в нужном месте. Самый классический пример это Боб Бимон. Прыжки в длину 8-90, 68-й год. Там полметра с лишним выиграть у предыдущего рекорда там Игоря Тараванисяна. Все обалдели, он сам не понял. Совпало. Подготовка, талант, среднегорье, разреженность воздуха, поток ветра, рваны, попал в порыв. Возможно, кое-кому из великих рекордсменов повезло и в другом. Их просто не поймали на допинге. Все-таки ВАДА, антидопинговая организация, которая сейчас контролирует все эти вещи, в то время не была еще той ВАДА, которая есть сейчас. То есть не было такой системного подхода к сдаче допинговых проб. Поэтому были возможны такие вещи, как выступления на определенных препаратах. Современный рекорд – это настоящий спортивный подвиг. Превзойти величайших атлетов прошлого вряд ли возможно исключительно на фарте. И все-таки у организма есть резервы. И их можно активировать без специальных препаратов. Так говорят ученые. А спортсмены пытаются это доказать. Поднять полтонны, пробежать стометровку за 9 секунд, прыгнуть на 6,5 метров в высоту. Все это спортивная фантастика. Но только пока. Мир меняется, мир идет к прогрессу также и в процессе спорта. Есть эволюция в снаряде, в инвентаре, в материалах, которые используются для современных стадионов. Поэтому здесь я считаю, что в основном вся основная причина это в человеке. Сегодня по количеству завоеванных олимпийских медалей Ларису Латынину обогнал американский пловец Майкл Фелмс. У него 22 медали. Однако 9 из них командные. А значит индивидуальный рекорд легендарной советской гимнастки пока не преодолел никто. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова